Здравствуйте! Это программа «Официальный разговор» в бюро в Краматорске. В студии Алена Грамова. Мы продолжаем говорить со славянским городским головой Вадимом Ляхом по ситуации, которая сейчас происходит в городе Славянске. Почему не принят бюджет за пять месяцев, что этому способствует, какие проблемы на сегодняшний день есть в этом городе. Из-за непринятия городского бюджета 100-тысячный Славянск сегодня вынужден выживать на 1-12-ю. В течение пяти месяцев городу удается обеспечивать житедеятельность, но запас прочности уже на исходе. Каким образом планируют решить проблему и разблокировать бюджет, расскажет городской голова Вадим Лях. Давайте более детально о проблемах, которыми вы столкнулись на сегодняшний день. С первых дней отсутствия бюджета и по сегодняшний день. Проблема в Славянске. Давайте так. По каждому направлению спектр проблем практически один и тот же. Мы понимаем, что нужны финансы. На что? На защищенные статьи расходов за работную плату по всем направлениям, начиная от медиков, заканчивая работниками коммунальной сферы. Обеспечение их жизнедеятельности и работы этих предприятий коммунальных, а у нас медицина – это тоже коммунальные предприятия, закупка медикаментов, бензина и всего прочего. А также участие города в программах не только областных, но и региональных, и государственных. И вот, к примеру, сегодня, если говорить о последнем, участие в государственных программах. Наш город в прошлом году начал движение в такой программе, как освоение денег по Европейскому институционному банку. То есть у нас крупные проекты, почти там больше 200 миллионов гривен, значит, задействовано государственных денег в виде субвенции. Очень актуальный вопрос запуска пятого маршрута троллейбусного, который идет, больница по Васильевской, жилье для переселенцев. Работы приостановлены. Почему? Потому что последние три месяца подрядчики работали за свои средства, ждали субвенцию. Субвенция выделена Кабмином, а зайти в город она не может, потому что для этого нужно принять бюджет. Без принятия бюджета, извините меня, деньги будут болтаться в воздухе. Много программ, которые в прошлом году мы начинали с областью в направлении медицины и образования. Частично были сделаны в прошлом году, в этом году работы должны были продолжиться. Не можем продолжить, потому что субвенция не заходит. Дальше. Местные программы. Например, только по медицине ежегодно мы выделяли из местного бюджета 19 миллионов на местные программы. Это документозное обеспечение социально незащищенных слоев, социальная помощь и так далее и тому подобное. 1,12 это постоянный дефицит по обеспечению людей, которые привыкли к этой помощи и сегодня уже существует задолженность. И если бы не накоплено, скажем так, какая-то запас прочности из прошлого года, остаток этих медикаментов, уже бы мы ощущали это не сегодня, а уже месяца 2-3. Вы действующий руководитель города и поэтому все равно находите в сложившейся ситуации какие-то выходы. Как решаете, вот медицина, коронавирус, прям вот все к месту? Слава Богу, удалось сохранить действующий исполком, это исполнительная власть, это 16 человек, которые принимают участие в принятии решений до сессии. И законодательно есть такая норма, как 1,12 бюджета, по которой можно работать в случае отсутствия основного документа, хотя бы в ограниченной форме, но можно. И вот старые члены исполкома, потому что новый не избран сегодня, и я не выношу их кандидатуру на рассмотрение только с одной целью, чтобы не погрузился в хаос еще и вот этот орган власти, который сегодня единственный, работает продуктивно и принимает решения. Так вот, принимая на исполкоме решения, удается все-таки жизнедеятельность обеспечивать. Но еще раз повторю, запас прочности уже на исходе, однозначно, потому что все-таки 5 месяцев для 100-тысячного города, имеющего бюджет почти миллиард гривен, это серьезный уже отрезок времени, и уже потери начинают ощущаться. В плане, как ты мне сказал, участия в других программах и так далее. В вашем посте было сказано, что интересная встреча несколько недель назад у вас состоялась, когда к вам пришли представители или главы фракции, пришли даже представители АТО. Поделитесь, почему вы услышали такой главный посыл ОВЦ? Ну, я думаю, что посыл звучал в том, что якобы я некомпромиссный. Хотя вот как раз-таки вы сами сказали, что 5 лет мои предыдущие работы, они показывали, что как раз-таки и могу себя отнести к компромиссным политикам. Но в связи с тем, что в трех фракциях есть еще группы влияния. В одной только фракции ОПЗЖ, по моим наблюдениям, три группы влияния. Соответственно, желание занимать свои посты в управлении города увеличится до такой степени быстро и меняется. То есть там внутри консенсуса на самом деле нет. Я слышу постоянно разные фамилии, которые предлагаются. И, соответственно, у меня даже выходит такое мнение, слаживается, что, возможно, там и нет желания и находить этот компромисс. Потому что, вот, казалось бы, умерить пыл, да, всегда есть возможность, когда уже прошло 5 лет. То есть, извините, 5 месяцев. Сократить какие-то должности, уменьшить количество, но все-таки найти какой-то консенсус в этом вопросе. Но я вижу, ну, извините, постоянно меняющееся предложение, как вот с бюджетом, да, так и количество замов, там, предложений, что они должны контролировать. То есть, фактически, еще раз хочу сказать, все сводится к тому, чтобы отключить мэра от управления городом. Я на это пойти не могу. За меня проголосовало 60% жителей нашего города. Я ответственный в том числе и перед ними. И сегодня отдать просто-напросто проигравшей стороне город вместе с бюджетом, давайте называть вещи своими именами, с рычагами управления и так далее, и так далее, я не имею, в том числе, и морального права перед своими избирателями. Потому что они голосовали за меня. И когда, извините меня, в сессионном зале находится 38 депутатов, это такая, знаете, можно сказать, и коллективная ответственность, и коллективная безответственность. Потому что все равно за любые прорехи и любые решения депутатского корпуса в том числе, приходят и спрашивают с мэра. Потому что если вы выйдете на улицу и спросите на улице, там, фамилии каких депутатов вам известны, ну, если в лучшем случае назовут 3-4-5 максимум, да, наверное, лидера фракции, которые ходят на эфир и все. А принимают это решение большое количество. Поэтому им можно назвать, что это, к сожалению, вот то большинство, которое сегодня сформировалось, это такая коллективная безответственность, обезличенная. Владимир Михайлович, скажите, ну, вчера вы говорили о том, что готовите письмо для губернатора, или подготовили для главы области, для Павла Кириленко. Скажите, вообще, какая реакция была, ну, Павла Кириленко на всю ситуацию на протяжении пяти месяцев? Смотрите, одно дело рассказывать эфиров со студии, к примеру, там, обращаться к жителям и рассказывать, там, или мэр плохой, да, там, он не делает то, не делает то, у него там высокая зарплата или еще что-то. Да, это одно. Другое дело общаться на уровне профессиональных людей, которые в теме, да, которые прекрасно понимают, каждый день сталкиваются с такими же проблемами аналогичными, только в масштабах области, к примеру, которые также формируют бюджет, понимают, о чем идет речь. И, конечно же, делая посылы и направляя письма, а у нас такой обмен письмами происходит, я имею в виду не только с Павелом Александровичем, а и с отделами, там, и с финансовым отделом, департаментом областным. То есть мы сигнализируем им. Я прекрасно понимаю реакцию профессиональных людей, которые работают не один год в этой сфере, что они понимают, что такое жить по одной двенадцатой, и когда у сту тысячного города нет бюджета. И понятно, что ежедневно, ежемесячно ситуацию, которая у нас происходит в городе, я отправляю в область, и в том числе и информирую непосредственно руководителя области. И он знает и понимает суть этой проблемы. Это не для пиара, это тема не для пиара, это тема сугубо профессиональных отношений двух руководителей. И, конечно же, сто процентов он с пониманием понимает, что сегодня уже город отстает от областных программ, сегодня нет возможности подавать проекты на ДФР, потому что нет возможности заложительства финансирования. И, извините меня, ну, наверное, 20 городов Донецкой области не поймут, если вдруг исключение сделать городу Славянску, что он пойдет на эти проекты, потому что не принял бюджет, без софинансирования, а все будут софинансировать проекты. Это и по закону невозможно. Поэтому здесь понимание есть о том, что город в сложной ситуации оказался. Понимание есть. Поэтому надеюсь, что и дальше мы в таком же русле будем общаться и решать совместно эту проблему, потому что сегодня это действительно часть Донецкой области, часть Украины, которая сегодня, к сожалению, остановилась в своем развитии. Какие сроки это может состояться, если, допустим, пойдет на встречу Верховная Рада и действительно Славянск у нас вновь станет участником выбора? Смотрите, разделим. Во-первых, как я уже сказал, это мое решение, и я вижу, что другого варианта нет, к сожалению. Пять месяцев было достаточно времени для того, чтобы его найти, этот компромисс. И компромисс, ненахождение его только будет усугублять ситуацию для самого города. Поэтому в данном случае все, что нужно было для меня, я уже как бы сделал в каком контексте? Принял все решения, и моя, знаете, внутренняя совесть чиста, что я предпринял все возможные варианты в данном движении, чтобы этот консенсус был достигнут. Но, к сожалению, его нет. Поэтому я прекрасно понимаю, что для города сегодня будет лучше, если произойдет такая перезагрузка. Это первый момент. В следующих выборах я буду участвовать опять, добиваться поддержки людей для того, чтобы стать городским головой. Это 100%. Это я не сдался. Я просто вижу, что нужна перезагрузка. А ВЦА – это как только временная мера, чтобы сегодня город не потерял движение вперед. Почему? Потому что последнее решение. Область пошла навстречу городу. Выделяются деньги на ремонт моста, очень важного. Это больше 30 миллионов. Выделяются деньги на ремонт дорог Алексея Тихова, которые в ужасном состоянии. И из-за того, что город в пучину выборов пойдет, эти процессы могут встать. Поэтому здесь необходимо, чтобы и бюджетники дальше получали зарплаты, велись работы по инфраструктурным проектам и так далее и тому подобное. Своё решение я принял. Я его озвучил. Теперь жду реакции, в том числе и большинства, и людей в том числе, потому что от них тоже многое зависит. Ну что, ждём результатов. Надеемся, что скоро всё разрешится таким положительным путём. Я хочу сказать и напомнить, спасибо вам огромное, что вы в студии, напомнить вам о том, что со славянским городским головой Вадимом Ляхом мы общались сегодня по вопросу проблем славянских, почему не принят в течение пяти месяцев бюджет и как вообще Вадим Михайлович видит эту ситуацию далее. Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях, смотрите официальный разговор на YouTube-канале, берегите себя, и мы обязательно увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...